В эти минуты идут последние приготовления к генеральной репетиции завтрашнего концерта Реквиема, который состоится в Абхазской государственной филармонии. На сцене два знаменитых оркестра, два известных хора, исполнят легендарное произведение Джузеппа Верди «Реквием». Известные певцы Алиса Гицба, Людмила Борисова, Нажмедин Мавлянов и Максим Пали в сопровождении Государственного камерного оркестра Абхазии, Муниципального сочинского симфонического оркестра, Большого академического хора мастера хорового пения, Камерного хора Московской консерватории исполнят Реквием в память о погибших войнах. Автор проекта Алиса Гицба обратилась в Министерство культуры Республики с идеей о проведении данного концерта. Министерство культуры, в свою очередь, поддержало певицу и обратилась к российским коллегам. Вся инициатива по проведению этого концерта принадлежит уроженке Абхазии, патриоту своей родины Алисе Гицбе. Я благодарен ей за то, что она готовила этот проект на протяжении нескольких лет. Она вынашивала эту идею и хотела приурочить это исполнение к 20-летию независимости Абхазии. Собственно говоря, мы все очень рады, что ее мечта сбылась. И приехал оркестр, приехали хоровые коллективы. Это действительно будет очень масштабное исполнение всемирно известного сочинения Джузеппе Верди Реквием. Конечно, я положительно отношусь к таким проектам и поэтому с удовольствием принял приглашение поучаствовать в нем. Такой теплый прием и вообще вот из снежной Москвы попасть в такое место. Просто райский такой уголок и очень приятно, очень теплые люди и замечательный прием. А по поводу проекта, ну это потрясающая музыка, потрясающий проект. И я считаю, что вот по событию, по которому это исполняется, это, ну я думаю, что это святое дело, что такие вещи должны происходить. Я очень рада, что Алиса пригласила и что мы принимаем в этом участие. Мы не думали ни секунды, потому что мы уже были здесь. И мы очень любим ваш город и любим ваш народ. И мы гордимся вами. И поэтому мы с радостью сюда приехали. Тем более такое сочинение, которое очень соответствует тому моменту, который мы сейчас все вспоминаем. Подготовка концерта ушла длительное время. Начиная мелочей, здесь важен каждый штрих. Исполнители успели лишь разогреться, как руководитель большого академического хора остановил репетицию. Всему виной акустика зала. По мнению руководителя, хор звучит слишком глухо. Дело в том, что здесь сложная акустика. И в глубине сцены, причем, которые изобилуют, извините, тряпками, они глушат звук. В принципе, наш хор по звучанию не слабее оркестра. Но так как оркестр находится на авансцене, а мы 15 метров вглубь, нас не слышно. Должна быть полная гармония акустическая. Должны мы равнозначно петь и играть. Привезти в Абхазию столь именитые коллективы – дело нелегкое. Да еще и с таким сложным произведением. Длительность реквием – 90 минут. Но именно это произведение, как нельзя лучше, передаст всю тяжесть лишений и боль потерь в мартовские дни 92-го. Нисфа Аршба, Георгий Кутарба, Абхазское телевидение. Продолжение следует...